МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научно-клиническому центру гематологии, онкологии и иммунологии в этом году исполняется 25 лет. Открыт он был в 1993 году как научно-исследовательский институт детской гематологии и первые пять лет работал исключительно как научная организация. Через пять лет здесь был открыт стационар и поликлиническое отделение. Именно тогда началась лечебная деятельность, которая продолжается до сих пор. Ну а в 2014 году Институт детской гематологии стал структурным подразделением РЯСГМУ, что, несомненно, сыграло огромную роль в его развитии. Центр оказывает специализированную медицинскую помощь по четырем профилям. Это аллергология и иммунология, детская гематология, детская онкология и педиатрия. В структуре центра отделение иммунологии и иммунопрофилактики, отделение гематологии и онкологии, отдел клинической лабораторной диагностики и конституционно-диагностическое отделение. Отдел иммунологии и иммунопрофилактики – это подразделение, которое занимается диагностикой и лечением заболеваний иммунной системы. Важным направлением здесь является выявление иммунодефицитных состояний. Это первичное иммунодефицитное состояние, врожденный дефект иммунитета. Это достаточно серьезные заболевания, для выявления требуется хорошая диагностика. Мы располагаем определенными лабораторными тестами, которые позволяют нам хотя бы заподозрить эти заболевания. А уже дальше мы отправляем в Москву для генетического подтверждения первичных иммунодефицитных состояний. Потому что это дети, взрослые тоже, которые требуют пожизненного в дальнейшем введения специальных препаратов, в частности внутривенных иммуноглобулинов. Сюда обращаются родители часто болеющих детей, у которых могут быть выявлены различные отклонения в работе иммунной системы. Здесь мы проводим скрининг между инфекционной составляющей и аллергической. Потому что многие мамы приходят к нам и говорят, что дети часто болеют, но не знают, чем болеют. И мы уже проводим диагностику, выявляя инфекцию, либо это как раз аллергия. Аллергодиагностика и лечение аллергических заболеваний также являются важным направлением работы центра. На сегодняшний день здесь используются инновационные методы и новейшее оборудование. Так, например, прибор ФАДИ-250 позволяет проводить диагностику аллергических заболеваний на молекулярном уровне. Мы имеем возможность определять аллергию не просто, например, к березе, а к отдельным аллергенам этой молекулы. Например, на сегодняшний день их существует несколько. Но есть основной, как мы говорим, мажорный аллерген. Есть минорный аллерген. Для чего это важно? Дело в том, что помимо диагностики в центре проводят и лечение аллергических заболеваний. Причем делается это не только стандартными медикаментозными методами, но и используя современную аллергоспецифическую иммунотерапию, так называемую асид-терапию. Введение минимальных доз этого аллергена способствует тому, что вырабатывается в последующем невосприимчивость к этому аллергену. И ребенок уже, ну и взрослый человек, он уже не так сильно реагирует на поступление этого аллергена извне. Так вот, именно для того, чтобы спрогнозировать эффективность этого лечения, необходимо определить наличие мажорных аллергенов. Если они есть, тогда эффективность будет высокой, а если нет, то смысла в данном лечении не будет. Помимо асид-терапии существуют и другие современные методы лечения аллергических заболеваний, в том числе и с помощью генноинженерных препаратов. В центре их используют для лечения таких серьезных заболеваний, как хроническая крапивница и бронхиальная астма. Гематология – еще одно приоритетное направление работы центра. Основные проблемы, с которыми чаще всего обращаются к гематологу – различные анемии. Современные лабораторные оборудования позволяют с точностью их диагностировать, а специалисты научно-клинического центра назначат и выполнят на базе учреждения необходимое лечение. В частности, для лечения железодефицитных анемий здесь используются современные препараты, которые значительно облегчают жизнь пациентам. Нам доступны инновационные препараты железодевнутривенного введения, использование которых позволяет за одну-две максимум инфузии, которые мы проводим с интервалом в одну неделю, полностью восполнить дефицит железа и, соответственно, в столь короткий срок излечить пациента от железодефицитной анемии, избавляя его от достаточно обременительного лечения препаратами железа внутрь, когда пациент должен принимать препарат каждый день в течение не менее трех месяцев. На сегодняшний день научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии единственный в городе обладает новейшим оборудованием, которое способно с точностью диагностировать гемофилию путем определения уровня факторов свертывания крови. Кроме того, на сегодняшний день медики в своем арсенале имеют весьма эффективное средство для лечения пациентов с этим заболеванием. Я, прежде всего, имею в виду рекомендантные факторы, то есть те самые факторы, которые у пациентов с гемофилией отсутствуют, мы имеем в настоящее время возможность вводить этим пациентам, тем самым компенсировать имеющийся у них рожденный дефицит. То есть, по сути, это заместительная терапия, которую пациенты должны получать регулярно. Ну, насколько регулярно? Два-три раза в неделю. По сути, пациенты привязаны к этой терапии, однако именно данная мера позволила увеличить продолжительные жизни больных гемофилией. Еще одна важная задача научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии – раннее выявление онкологических заболеваний у детей. В этом специалистам помогают новейшие оборудования и современные методы исследований. Важную роль в диагностике именно детских онкологических заболеваний играет исследование внутренних органов, которое проводится в кабинете УЗИ, оснащенном самым современным оборудованием. Кроме того, в научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии располагается один из самых современных рентгенологических кабинетов, оснащенный комплексом, имеющим низкую лучевую нагрузку, что очень важно для детей. Его лучевая нагрузка приравнивается к полету на лайнере примерно. Поэтому мы, например, у нас в центре, в УЗИ, на этом аппарате проводим гематологические исследования, которые заменяют флюорографию, поскольку его лучевая нагрузка гораздо меньше, чем флюорографическое исследование, а с ним их большое, и на нем в мельчайших деталях можно рассмотреть все подробности. Все это в комплексе с лабораторными исследованиями позволяет специалистам центра своевременно и быстро выявлять онкологические заболевания и далее направлять детей на лечение. Консультационно-диагностическое отделение открылось в научно-клиническом центре совсем недавно. На сегодняшний день оно, по сути, является профессорской поликлиникой. Это отделение, которое включает более 20 специалистов из состава преподавателей, профессоров, доцентов Рязанского государственного медицинского университета, и очень важно подчеркнуть, что как раз это отделение обеспечивает высокий уровень консультации. Это так называемый референс консультации. То есть, когда человек уже не знает, куда ему идти, то ему прямая дорога в инфекционно-диагностическое отделение Рязанского государственного медицинского университета. Практически по всем специальностям, которые существуют у нас в медицинской практике, пациент может получить консультацию самого высокого уровня. Кроме того, в центре функционирует дневной стационар. Он рассчитан на 22 койки и предназначен прежде всего для часто болеющих детей и пациентов с аномиями. Для их лечения и реабилитации в центре функционирует кабинет лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, массажа, а также уникальная спелеоклиматическая камера. На сегодняшний день она является единственной в Рязани, расположенной в медицинском учреждении. Изготовлены пещеры из специальных соляных блоков Верхнекамского месторождения России, которые, насыщая воздух различными микроэлементами, делают его невероятно полезным для людей с различными заболеваниями. В первую очередь, сеансы в спелеоклиматической камере будут полезны для людей с заболеваниями дыхательных путей, бронхиальной астмой, часто болеющих детей и даже пациентов с психоэмоциональными проблемами. Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии Рязанского медицинского университета является федеральным учреждением здравоохранения. Так что, имея направление от лечащего врача, пациенты получают помощь по ОМС. В тех же случаях, когда сюда обращаются без направления или по своей собственной инициативе, медицинские услуги оказываются на платной основе. Только за 2017 год в научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии обратилось более 11 тысяч человек, которые получили качественную медицинскую помощь. В дальнейшем центр планирует развиваться и брать на вооружение самые современные методики лечения профильных заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова